В Харьковской области впервые пройдут масштабные учебные сборы военнообязанных. Несколько тысяч человек сформируют отряд территориальной обороны. Сборы состоятся с 28 августа по 6 сентября. Как рассказывают в Харьковской областной администрации, на учебные 10-дневные сборы призовут оперативный резерв второй очереди. Это военнообязанные мужчины и женщины не старше 60 лет, которые не проходили срочную или контрактную службу в армии после 2014 года. Для призову будут задеяны 34 районных військовых комиссариатів міста Харькова и Харьковской области. А повечення буде здійснюватися разом з органами державної влади, органами місцевого самоврядування через керівників підприємств, установ, організації, де працюють військові зобов'язання. Как рассказывает военно-комиссар Юрий Колгушкин, за неприбытие на сборы без уважительных причин грозит административная или уголовная ответственность, штраф или полгода ареста. Это коснется и руководителей, которые не своевременно оповестят подчиненных и не обеспечат доставку людей в военкомат. За каждым работающим военнообязанным сохраняется рабочее место. Министерство обороны через областной военкомат выплачивает среднюю заработную плату за отсутствие 10 суток. Дорога туда и обратно оплачивается Министерством обороны. Неработающим выплачивается минимальная зарплата на сегодняшний день. На сборах военнообязанные будут на полном содержании Минобороны. Их обеспечат жильем, питанием и медобслуживанием. Они обучатся огневой, медицинской, инженерной подготовке, побывают на практических стрельбах и командно-штабных учениях. Задачи для бригад территориальной обороны – охрана государственных объектов и границы, борьба с диверсионно-разведывательными силами. После завершения учений резервистам присвоят очередные воинские звания. За этот период нам нужно отработать вопросы от мобилизования особенного склада, формирования боевого злагоджения и приведения целиком подраздела до боевой готовности для выполнения задач за призначением. Еще раз наголошу, что сформована бригада будет дислокироваться и выполнять научные задачи, включенные на территории Харьковской области. Как рассказывает в областной администрации, с начала призыва на учебные сборы уже выявили желание служить в армии по контракту 300 добровольцев. Со следующего года решением Генштаба Украины минимальное денежное обеспечение в СУ составит 15 тысяч гривен. Виктория Вашкиевич, Алексей Жучков, Медиагруппа «Объектив».